Привет всем! Сегодня рисуем ночную улочку и рисуем сразу маркерами. Я не буду намечать карандашом. Я беру светлый маркер, который 100% перекроется. Это фиолетовый 24, чтобы наметить общие габариты и подправить потом их. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Все, что нам нужно сделать светлым маркером. Дальше можем переходить к наполнению. Я начну с розового. Беру розовый 114. О, фиолетовый он. И рисую яркую вывеску. Там непонятные для нас буквы. Как-то их прорисовываю сразу. Они так и останутся непонятными буквами. Я пытаюсь как-то эти иероглифы приблизительно повторить. Сразу беру два цвета. Фиолетовый 41. Да, достаточно темный. Он почти все будет фиолетовым. Им я сразу намечаю, где у меня тут низ. Долото можно использовать. Оно очень хорошо работает. Здесь можно сразу закрывать край листа. Дальше я беру и размываю края фиолетового. Так, смотрим. Тут есть тротуар. Также его отмечаем. Смешиваем эти два цвета. Заходим смело там, где нужно этим фиолетовым. Где-то темнее, где-то оставляем смешение. Я держу два маркера в руках и меняю их положение. Теперь я возьму 24, которым я намечала. И добавлю им разнообразие в цвет сюда. Вот край. Будет, вероятно, еще темнее. Пока я просто его сделаю тем же 41. Здесь рябит дождик, да, свет. И я делаю это розовым, но с просветами белого. Тогда я буду добавлять впоследствии еще белую ручку. Также добавляю сюда темный 41 пока что. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Пока оставлю эту часть и хочу закрыть сразу темным силуэт фиолетовый 20. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Можно закрыть в два слоя сразу, чтобы не было более светлых белесых пятен. Субтитры добавил DimaTorzok Фиолетовый 21 Делаю растяжку к ним небо от низу вверх. Тем же цветом намечаю здание верхнее, дальнее самое. В нем меньше всего подробностей, я почти его не прорисовываю. Оно стоит в другой плоскости, соответственно, точка схода будет не та же самая, куда сходилось ближнее здание. Самое контрастное место вот сюда идет. Сделаем им край этого дальнего здания. И вот тут места будем размывать впоследствии. Сейчас закрываем это здание 21 фиолетовым. Продолжаем заливку. Нам сейчас нужно максимально закрыть фон, и мы сможем заняться передним планом, который сразу не будет выбиваться. И сразу мы будем понимать, насколько темным его нужно делать. Продолжаем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Двадцатый филетовый, добавляю вот туда, вверх, и добавляю вот здесь его немного для контраста вниз. Сюда мне хочется добавить немножко розоватого оттенка. Я для этого возьму 41 фиолетовый, он достаточно темный, и даст немножко другой оттенок этому дому, чтобы он вышел на другой план. Рисуем темную вывеску. Смотрите, я опять беру 24, намечаю светлые буквы, намечаю без особых стараний, не циклись на том, какие они на самом деле. Мне нужно просто создать впечатление этих иероглифов. Вниз пойдут розовые, вниз рисую, соответственно, розовые. И беру тот двадцатый, который у нас основной силуэт, оставляю тут просвет. И жирненько так, жирненько и ажурненько рисую буквы. Причем, смотрите, они могут быть не все фиолетовые, да? Я не четко смотрю, я оставляю и белые участки тоже. Вот это у нас самая видная пара вывесок, поэтому мы их прорабатываем более осторожно. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Теперь розовые, они там поярче, поэтому я хорошо так закрываю розовым цветом это все. Лезть мы сюда больше не будем. Мы поставим эту вывеску, как есть, да? Добавим также сюда, куда надо фиолетового, те, что у нас использовались. И мы можем сразу взять белую ручку и сделать это место аккуратнее, чтобы оно прям светилось. Просто добавляем тело этим иероглифом, которые у нас вышли и добавляем им аккуратности. Оставляем их и фиолетовыми тоже. И вопрос не в контуре, а вопрос в свете. То есть смотрим, где больше белого и добавляем туда больше просто белого. Напоминаю, поверх белой гелевой ручки нельзя работать маркером, поэтому я прохожу с белой гелевой ручкой исключительно те места, в которых я абсолютно уверена, что маркером туда больше не полезу. И делаю это сразу, не ожидая конца работы, чтобы глазу было приятнее видеть какой-то более-менее оконченный красивый кусок. Смотрю, где по краю нужно затемнить, подровнять край, добавить контраста. С самого краюшка вывески добавляю розовый, размываю этот край вывески, блеск от розового к фиолетовый 24, который мы все это намечали. Я хочу хорошо проработать вот эту часть, красиво дать здесь блик, рефлекс, да, желтый и розовый. Я его намечаю, желтый, сразу показываю. Я использую желтый 62, вот так его покажу. Я беру 41 и затемняю дом за этим делом. Оставляю блик. Так, дальше делаем здесь красивые блики. Добавляем темные кусочки, яркие. Фиолетовый 41. Дальнее здание я немного приглушаю. Тем же 21, чтобы здание, которое у нас впереди, было ярче. То есть там более глухой будет фиолетовый цвет. Обходим белую вывеску. Там, где смешиваются розовый и желтый, получается такой неоновый оттенок. Это хорошо. Не забываем давать направление по перспективе. Перспективных линий. Мне даже этот неоновый оттенок нравится несколько больше, чем реальный розовый. Добавлю его чуть еще выше. Беру фиолетовый 24. Здесь размываю, чтобы не было четких граней. Добавляю также фиолетовый 41. Я предпочитаю брать Долото. Не обязательно всюду пользоваться пулей или кистью. И также размываю его розовым. Это немного меняет оттенок и приглушает тон. Вот такое у нас вышло здание. Я немного добавлю этот розовый. Да, это не так на референсе, но мне хочется добавить этот розовый с желтым еще и вот здесь. Так, дальше идет вывеска. Снизу она имеет что-то. Розовое. Дальше что-то зеленое. Сделаем это желтым. Немножко можно его докинуть фиолетовым. И идет какая-то надпись на вывеске. Показываем эту надпись. Справа стоит дом. Рисуем какой-то дом. Дом вот эти темные участки. Дом там сверху светлее, здесь темнее. Рисуем на глаз, где находится окно. И вот эту темную часть. В темную часть мы сейчас добавим фиолетовый 71. Добавляем его в этот дом. Там такой отблеск яркий. Рисуем вроде окно. И окно добавляем. Дальше вниз спускаемся. Здесь снова окошко будет. Окошко с розовым цветом. И таким образом заполняем потихоньку все это пространство. Я думаю, что мы добавим сейчас в работу немножко голубого. Голубой 92. И вот добавляю в эти вывески. Как они сразу заиграли. И добавлю вот сюда в желтый. Чтобы немножко его зеленить. Раз уже взяла голубой. Нам нужно прорисовать вот эту вывеску. Тоже возьмем. Немножко добавим 71 вот сюда на начало этой вывески. А так она будет отвечать своей сестрице. И будет сделана фиолетовым 20. Ничего нового. Делаю все то же самое, что я делала наверху. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот фиолетовый где-то местами для яркости добавляем красный. Здесь грани добавляем красным 42. Думаю, он нам еще вполне пригодится. На самые яркие места. Можем здесь коснуться. Но если вы уже навели тут белой гелевой ручкой, аккуратно, чтобы не попасть непосредственно на белую ручку. Потому что белая ручка забивает наконечник и портик его. 20-й снова. И рисуем наши эти закрытые киоски или перелавки. Я добавляю тут голубого. Снизу также 20-й. Особенно вот сюда, внизу, к полу. Размываем используемым ранее 41-м. Делаем деление 20-м, но не увлекаемся. Когда я беру analyse. Подписывайтесь на канал. Пока-пока. Продолжение следует. Про Pikоко. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Приятности. Подписывайтесь на канал. tenían соломонка. 底át. Корр Though колок advertise. БАК Р И Här сверху смотрите здесь явно нужен блеск блик не снова уходим продолжаем глубину двигаться тот же дом с какими-то буквами здесь доберемся прямо почти почти до вывески там добавим вот цвет какой-то за вывески смотрим что там творится условно не стоит прям все прорисовывать 21 за основной нашей вывеской тоже там что-то светится за ним за ней явно и нужно показать это свечение рисуем следующую вывеску сейчас берем 24 размываем здесь край только это мы размываем край за вывеской не край вывески край вывески как раз четкий его можно даже добрать весь для сюда голубь синие 90 только опять таки аккуратно с белой гелевой ручки вывеска беру 24 и сразу закрываю потому что тут нету белого цвета и близко оставляем гипотетическую надпись мы сделаем несколько полос не одну полосу несколько чтобы добавить вроде как толщины всем этим элементом делаем какой-то розовый объект мы ваша закроем он не будет таким ярким летовый 24 и теперь более темным 21 будем добавлять и 40 первым будем добавлять сюда деталей корлючки которые просто имитируют происходящее на вывесках и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Имитируя буквы Добавил субтитры DimaTorzok 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 Закрывать. Закрывать. Добавляем сейчас синий 90. Он яркий и темный. И нужен нам в первую очередь вот здесь, чтобы показать вывеску синяя. Но мы его еще добавим в какие-то места обязательно. Лавандовый будет работать в смеси с 41, чтобы показать то, что под дальней вывеской. Используем те же маркеры, которые у нас уже есть в работе. И наполняем вот это все деталями и цветом. Оно не должно быть белым. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Синий. Хочется сюда добавить, хотя его тут раньше не было. 90. Также берем снова тот самый 41. Оставляем там, где у нас розовенькие яркие полоски. Если какую-то случайно пропустили, оставим ее по соседству. Делаем розовую яркую полоску, размывая заодно все это в более однообразный тон. Вот он, синий 110. Это был 90. И им сейчас наметим человека. Нарисуем. Человек у нас в куртке. Тень от него можно тоже чуть добавить. Также сюда добавляем этот темный синий от края. Заполняем лист от края. Где-то там рядом с домом больше добавляем. Добавляем вот здесь его. Обязательно. Добавляем вывеску. Краюшки вывески делаем. Контрастнее. Делаем четкую теперь границу дома. Фиолетовый 20 обязательно добавляем в землю. И теперь немножко можем гулять по человеку. Когда мы все это нарисовываем. Вот здесь подробности какие-то, что там этот асфальт меняется. Что там какие-то тротуары, бордюры, неизвестно нам что. Все эти подробности рисуем. Давайте вместо красного тоже сделаем вот здесь вывески. фиолетовый 71. Фиолетовый 71. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне хочется в человека добавить обязательно 71 кверху зонтика. Он фактически сливается с тем, что позади него. Теперь я нарисую людей на дальнем плане. За корлючки. За корлючки, у которых есть голова и направление движения. Те, что к нам ближе, они крупнее немножко. У них под ногами обязательно какая-то тень. Те, что от нас дальше, они поменьше. Они тоже с зонтами. Не очень любят мокнуть. Вот таким образом имитируем людей под зонтами. И все это, как вы догадались, конечно же, немножечко размываем. вниз тоже. Так. Уже почти закончили. Еще капелька. Еще капелька. Оп. Добавляем здесь вывес. Добавляем сейчас сюда этот цикламен. Сюда добавляем цикламен. Красный. Чтобы человек у нас был максимально контрастный. Здесь закрываем обязательно, чтобы ничего не светило белым цветом. Размываем розовым голото. Осталась белая гелевая ручка и немного совсем темных мест. Совсем темные места это у нас синий сто десятый или же можем добавить синий девяностый. Он посинее. Его меньше было использовано. Добавляю немного ярких акцентов. Темно-синих. Добавляем тон асфальта. Добавляем тон асфальта. Теперь берем белую гелевую ручку и заканчиваем. Вывеска яркий элемент еще и на переднем плане. Обводим самые яркие места, чтобы добавить контрастов. Закрыть еще более темным. Сюда вверх. Прям вот не хватает мне здесь темноты. Это действительно красиво. Но это быстро не мешает нам показать Done! здесь мне хочется сделать яркий какой-то элемент какие-то блики по асфальту Девушки отдыхают принципе работа сама по себе готова основной фокус у нас на человеке за ним там блеск мы вот сюда добавляем этот блеск и человек должен быть во всем этом самым контрастным ярким или не можем поэтому пройтись по нему еще раз край оставляя уже без изменений край может немного мы проходимся именно середину человека если слишком сильно светится здесь блеска эти ролеты я добавлю в них фиолетовый 41 вот на этом будем заканчивать нашу работу я думаю я вам показала общий принцип рисования ночных улиц и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»